Привет, с вами Велсаком, добро пожаловать в видео, в котором мы поговорим о боли, о какой конкретно и почему вы узнаете чуть позже, а пока добро пожаловать за мое рабочее место. И как вы уже видите, здесь полный бардак. Я мог бы в принципе убраться и сделать вид, что я такой аккуратный чувак, но правда в том, что 95% времени все вот так вот. Возможно, это какая-то форма шизофрении, напишите мне об этом в комментариях, но правда в том, что это творческий беспорядок, мне так удобно. И как вы видите, на моем рабочем столе огромное количество игровых девайсов. Здесь и Xbox Series X, и PlayStation 5, и Nintendo Switch, и один игровой ноутбук, и даже MacBook, и телефоны. На всем этом можно играть, что я и делаю, потому что мое рабочее пространство напрямую связано с играми. Во-первых, ну грех не поиграть на работе, согласитесь. А во-вторых, игры это часть моей работы. Но катастрофически не хватает времени. Какой-нибудь свежий Resident Evil Village я еще даже не начинал, а скоро выходит еще много разных интересных тайтлов. Тем не менее, как я уже сказал, у меня много разного интересного на столе, и сегодня я вам расскажу, что полезного вы можете из этого подчерпнуть. А также подискутируем на тему боли. Поехали. Я что тут перед вами выпендриваюсь? Вы скажете, ну ты разложил себе вот этих гаджетов, вот эти блогеры, вот это все. На самом деле, абсолютно нет. И лейтмотив этого видеоролика, я вообще, когда его в голове прокручивал, привел меня, знаете, к какой мысли? На самом деле, не так важно, на чем вы конкретно играете. Потому что в этом ролике не будет священной войны ПК против консоли, Xbox против PlayStation. Вот на чем хотите, на том, блин, и играйте. Я пришел к выводу, что в принципе не надо обладать всеми гаджетами, чтобы наслаждаться играми. Когда-то давно у меня был Xbox 360, я менял игры в метро и был абсолютно счастлив. Играл с утра до ночи. У меня был очень слабенький ПК. Даже когда я его покупал, он был не самый топовый. А, понятное дело, с годами он становился все хуже и хуже с точки зрения производительности. И мне было ок. Я ставил слабые, средние настройки, игрался с разрешением, что-то там пыжился для того, чтобы запустить свежую игру. И когда уже совсем вилы, ну тогда что делать? А вариантов-то не было, понимаешь? Это сегодня. Я могу взять свой MacBook, запустить здесь какой-нибудь сервис GeForce Now. И даже не обладая мощным железом, заиграть в какой-нибудь свежий тайтл. Вопросов нет. Тогда все было намного более грустно. Но я был более счастливый. Знаете почему? Почему это видео про боль? Потому что времени нет. Понимаешь? Нахерена мне все вот это? Мой мощный ПК. Я про него вам даже еще не сказал. Там стоит RTX 3090. Люди готовы грызть друг друга в очередях для того, чтобы добыть эту карту. Я уж не говорю про версии попроще. Их тоже нет, спасибо майнерам. Но здесь у меня самое топовое железо. Я могу играть в 4К. Со всеми настройками. С рейтрейсингом. Тудым-сюдым. И я не могу это сделать, потому что у меня опять же нет на это, черт возьми, времени. Понимаешь? Это самое больное, к сожалению. У меня есть Asus Rock. Вот такой вот замечательный игровой ноутбук. Здесь стоит RTX 2080. Уже есть версии поновее, но мне его в принципе хватает. И я тоже им практически не пользуюсь. И это, блин, страдание. При этом все, что я вам сейчас рассказываю, это супер банально. Да скрежетов в зубах. Типа я не открыл Америку. В чем прикол? Ну да, у тебя куча железа. Чего? Но я хочу вам рассказать об одной штуке, которая изменила мое восприятие игр. Наверное, если не навсегда, то во многом. Как видите, я играю за столом. И как вы видите, у меня огромный даже не монитор, а телевизор. На 48 дюймов. Я, как и все, эволюционно развивался в этом направлении. Сначала у меня был простенький монитор. Даже здесь. Потом побольше. Потом их стало два. Потом я поставил один очень длинный. У меня стоял здесь монитор 32 на 9. Два раза по 16. Понимаешь? На одном я себе, пожалуйста, макбук подключал. На другом у меня PlayStation и все игры были. И вообще замечательно. Тоже не то. Потом я купил себе большой игровой монитор. Я не буду говорить, что это была за компания, но он меня немножко разочаровал. Своей цветопередачей, очень странной вообще картинкой. Она была то перенасыщенная, то суперблеклая. Там еще что-то было с энергопотреблением. В какой-то момент могла упасть яркость вообще нифига ли. И я такой, чего? И тут, представляете, история. Меня пригласили в Invasion Universe. Это мои друзья Invasion Labs, которые делали нам в том числе и ПК. И вообще мы их также поддерживаем. И они открыли свой крутой игровой клуб. Такой, знаете, привилегированный. Достаточно дорогой, где можно прийти с друзьями играть. Хотите смотреть MMA, пожалуйста. Хотите залипать в LAN-пати, welcome. Хотите просто дико уиграться во все, что сейчас модно, пожалуйста. Можно даже арендовать ячейку, где хранить свою периферию. Конечно, место классное. И там была презентация свежих, в том числе и телевизоров LG. И вы скажете, вау, вот как раз телевизоры. Потому что сегодня у меня на столе стоит модель 2021 года LG OLED телевизор 48 дюймов. Со временем отклика 1 миллисекунда поддерживает 120 Гц. И, понятное дело, здесь есть HDMI 2.1, чтобы я подключал свои свежие консоли. И те полторы игры, которые на PlayStation 5 поддерживают 120 FPS, будут здесь работать как положено, потому что 120 Гц. И при этом это OLED-картинка. Это офигевший черный. Это вообще одна из лучших матриц. Ну, что говорить, Samsung уже заявил, что он переходит на OLED и, понимаешь, ну вот все. Вот эта война, она не то чтобы проиграна, но ситуация следующая. OLED от LG это прямо топ, вышка и, понятное дело. И смотрите, какая история. Игровым этот монитор делает также то, что здесь есть поддержка. Загибайте пальцы. G-Sync и FreeSync Premium от AMD, понимаешь? И еще всякие крутые навороты, про которые я даже не знаю. Здесь есть искусственный интеллект, потому что здесь современный процессор, который, понятное дело, обрабатывает картинку. Так он вообще понимает, Валя, ты играешь, вот тебе оптимизация звука, вот тебе оптимизация HDR, вот тебе все эти радости. Понятное дело, что 4К-картинка и при этом здесь есть еще и отдельные настройки под тип игры. Хочешь FPS, хочешь RTS, RPG, все это разные настройки. Интересно. И вы знаете что? Я сижу, как вы видите, достаточно близко к монитору. И иммерсивность, скажем так, погружение в мир игр максимальный. Я вам прям очень советую все это испытать. Я не просто так вспомнил Invasion Universe, сходите, посмотрите. К этим ребятам можно просто зайти в гости. У них, кстати, там бар есть, можно что-нибудь выпить. И заценить эти все телевизоры, так сказать, воочию и посмотреть, что на них происходит. Потому что LG OLED 48 дюймов для меня стал прямо вообще откровением. Ни хрена себе, вот оно, счастье, которого я ждал. А что уж конкретно к нему подключить, во что здесь играть, это уже дело десятое. При этом у нас есть с вами мобильный гейминг. Можно даже, кстати, наверное, и телефоны подрубать. И вообще наслаждаться процессом. Но! Я бы все это с удовольствием променял. Вот все. Вот забирай PlayStation забирай, RTX забирай, все забирай. Дайте мне пару часов в сутках. Вот если бы в сутках было два дополнительных, как бонусный уровень, часа, чтобы я мог просто сесть и поиграть. Чтобы меня никто не дергал, чтобы меня не грызла совесть. Что вместо того, чтобы сделать что-то полезное, посидеть с детьми, я не знаю, заняться какими-нибудь важными делами. Я просто сижу и играю в какую-нибудь очередную фифу. Я бы с удовольствием все это отдал. Вот все. Кроме телевизора. Потому что он классный. Но вообще, на самом деле, согласитесь с этой проблемой. Вообще проблема не в том, что PlayStation 5 нет. Ее сложно купить. И можно у барыг взять задорого. Проблема в том, что... Ну реально, как? Это проблема мужиков 30+. Я думаю, что люди понимают меня. Если вы школьник, напишите об этом в комментариях. Во-первых, поставьте лайк обязательно. Нажмите на колокольчик. И вы меня не поймете. Потому что, еще раз, это большая проблема. Я в это свято верю. Меня тут всячески критикуют за эту позицию. Но я встаю на своем. Человек со временем должен развиваться в состоянии, что он может себе купить тот или иной гаджет. Но у него, скорее всего, не будет времени, чтобы им полноценно пользоваться. А когда ты молодой, у тебя нет денег, чтобы это купить. Но у тебя куча времени, чтобы сидеть на форумах, сидеть в интернете, что-то рассказывать и так далее. И это вот такие два абсолютно должны на встречных курсах движущихся вектора. Понимаешь? Тогда это работает. Отсюда и происходит история с покупкой уже собранного ПК. Я сидел в 15 лет точно так же, как и вы. Говорил, кто тот дебил, который покупает? Зачем? Когда можно сходить туда, можно съездить здесь, тут на Авито, там на Алиэкспрессе. Что-то замутить, где-то купить, сэкономить. Потом самому собрать, пересобрать. Потому что ничего не встало. Криво, косо, пам-пам, неделю страдал. Сделал, молодец. Нету времени. Я готов потратить деньги. Я понимаю, что я переплачиваю. Но мне сразу люди соберут и дадут гарантию. Если у меня что-то сломалось, я просто позвонил и сказал, ваш компьютер сломался. Они приедут его и починят. Вот так это работает. Раньше такого не было. Раньше не было такого изобилия. Понимаешь? Не было, что играть было. А сегодня мне предлагают. Иксбокс приходит, говорит, Валя, вот тебе геймпасс ультимейт. 100-500 тысяч игр. Только плати. Плейстейшн. Все ребята говорят, пожалуйста. Сплошные игры-сервисы. Понимаешь? Раньше ты прошел сюжетную линию, дождался DLC и все. Сегодня миллиард часов ты готов валивать во все, что угодно. Сплошные компетитив игры, где тебя постоянно требуют, чтобы ты был лучше, круче и всех нагибал. Тебе нужен еще быстрый интернет. Вот это все. И это прям вот... Сознание ко мне не то чтобы откровенным пришло, но я охренел. Ничего себе. Понимаешь? Вот важно. И это изобилие в том числе рождает вот эти беспорядочные связи. Понимаешь? Ты начинаешь расфокусироваться. Ты начинаешь слишком много за все хвататься. Поэтому мой вам совет все-таки для себя осознать, что для вас более важно. Выбрать какой-то, ну если не один, то там пару хотя бы девайсов. И бить в эту точку. И наслаждаться играми там. И вот то, что я сейчас сижу в этом бардаке, и у меня на столе куча девайсов, не делает меня счастливым геймером. Понимаешь? У меня есть еще раз все. Все, что вы можете себе представить с точки зрения игр, игрового железа у меня есть. И даже не в одном экземпляре. Знаешь, сколько у меня PlayStation 5? Я даже говорить не буду, чтобы вас не бесить лишний раз. У меня все это еще и умножается, потому что здесь, дома, там, сям и так далее. И я все равно этим не пользуюсь. Отсюда же, кстати, исходя из всего вышесказанного, и появляется моя любовь к FIFA. Вы скажете, Валя, ну ты играешь в свою FIFA 21, донатишь туда, вообще уже весь интернет тобой смеется. Да. Потому что в FIFA я могу провести 15 минут. Потому что у меня есть перерыв, я понимаю, что я залетел, 15 минут поиграл, все, дальше пошел своими делами заниматься. Я даже могу вообще, не приходя в сознание, в нее играть. Я говорю по телефону, я общаюсь с ребятами здесь на студии, я что-то делаю, а это параллельно. Я поэтому там часто проигрываю, потому что я не отношусь к этому слишком серьезно. И для меня вот эти микросессии игровые стали очень важны. Но даже для FIFA, вы не поверите, даже для FIFA очень важна плавность картинки и четкость вообще восприятия всего. Нет ничего более бесящего, чем мыльные. А, кстати, у меня была такая история, я не помню, на каком-то мониторе. Я уж все, блин, настроил, все равно какие-то силуэты, какая-то хрень, реально творилась какая-то дичь с картинкой. HDMI перетыкал, все это мутил, ничего не помогало, это было больно. Здесь, кстати, в этом смысле LG меня откровенно порадовал. Картинка не просто сочная, классная, OLED, но еще вот эти все прибамбасы игровые сюда же прилетают, и это очень круто. Поэтому FIFA One Love, это моя игра. Но кроме нее, я, конечно, стараюсь проходить и сюжетные игры, и все значимое. И я с большим удовольствием играл, не знаю, в «Одни из нас», «Часть 2», и многие-многие другие вещи. Но, если говорить о том, на каких платформах я чаще всего играю, конечно же, это PlayStation 5. Потому что она по умолчанию подключена, включена, и все замечательно. Иногда я играю на Xbox, потому что какие-то вещи на Xbox, в случае мультиплатформы консольной, там смотрятся интереснее. Series X все-таки помощнее. Какие-то вещи я играю на ПК, вспоминаем Cyberpunk 2077. Я, кстати, его прошел без особых страданий, еще до первых патчей, и вообще нормально все было. И какие-то вещи я играю даже на свече. Я вот недавно ездил в отпуск, и прошел здесь Mortal Kombat 11 сюжетку. Да, игра выглядит просто отвратительно с точки зрения геймплея. Но сюжетные ролики там достаточно симпатичные, поэтому я с удовольствием прошел. Но аж эксклюзивы Nintendo без вариантов. Mario Odyssey, Zelda, и вот эти все радости. One Love. Даже здесь я нашел применение этой консоли. И у меня их тоже несколько. У меня несколько свечей, чтобы вы понимали, настолько я сумасшедший. Ну и, конечно же, игровой ноутбук это отдельная история, потому что его всегда можно с собой взять куда-то. И здесь я тоже прошел много интересных штук. Resident Evil последние ремейки, какой-нибудь Doom Eternal и много еще чего, пройдено мной именно на игровом ноутбуке. И, конечно же, отдельно вообще стоит отдельно отметить, что у меня здесь на столе есть всякие смартфоны. Как вы видите, например, это Huawei Mate X, который мы купили за почти 500 тысяч рублей. И это отличный игровой девайс, как оказалось. Несмотря на то, что здесь нет Google сервисов. И я играю в том числе и в мобилочки. Потому что мобильный гейминг, он не ущербный, как это было принято несколько лет назад думать. Он уже тогда таким не был. А сегодня это вообще нормальная ситуация. Потому что, опять же, мобильный гейминг, в том числе для взрослых людей, это просто очень удобно. Где бы тебя не застало желание поиграть, будь то туалет, или метро, или еще какое-либо место, ты можешь достать телефон из кармана и немножко поиграть. Именно поэтому мне страшно обидно, что Sony профукала хендхелды PlayStation Vita в Unlove. К сожалению. Хочу аналог Switch'а от Sony, черт возьми. Ну, кстати, новости радуют нас тем, что вроде как Switch Pro в работе и совсем скоро появится. Хочу. Вот такая вот история, друзья мои. Поэтому изобилие и вот это все не равно удовольствия от игр. Мой опыт показывает, что это скорее наоборот. Чем больше у вас всевозможных игровых гаджетов, тем меньше времени у вас остается на то, чтобы, черт возьми, поиграть. Вот такая простая математика. Ну, надеюсь, вам это было полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы вообще про все это думаете. Может быть, я в корне не прав, может быть, у вас есть другой опыт, мне любопытно. Я делюсь своей жизнью, поделитесь со мной своей. И совсем скоро увидимся, потому что мы в интернете. А я, раз уже есть возможность, пойду еще поиграю немножко в FIFA. Увидимся.